Ангелина Голубева – настоящий полиглот. Ее страсть – иностранные языки. Заветные 100 баллов ей принес немецкий. С этим предметом девушка знакома с третьего класса. Сначала было нелегко, но потом все изменилось. Теперь в планах выучить английский, следом и итальянский. В школе работают прекрасные преподаватели немецкого языка. Мой преподаватель, Стишенко Елена Геннадьевна, она готовила меня к Олимпиаде городской, областной. И в дальнейшем помогала подготовиться к ЦТ. Не может поверить своей цифре в сертификате Анастасия Коваленко. А вот преподаватели не удивлены. Признаются, что ожидали высокий результат. Репетиционное тестирование девушка тоже сдавала на высокие баллы. Следующий шаг навстрече к мечте – подача документов. В планах стать судьей. Как представитель, я начала готовиться еще в 10 классе, потому что ученица предложила поучаствовать в Олимпиаде. И мне оно сразу понравилось. Я уделяла ему много времени. Выиграла городскую Олимпиаду в 11 классе. И это очень помогло мне на ЦТ. Высший бал – мечта любого абитуриента. Ради этого Эдвард Анделян ежедневно засиживался за книжками. Заветная сотня – это коллективный успех. Собственное старание, поддержка родителей и бесценная помощь учителей. Впереди учеба в ВУЗе. Я старался хорошо учиться. Учителя в этом самом помогали. Всегда давали возможность повысить балл. И в конце концов, средний балл 9,5. Я им очень доволен. Владиславу Ставрову не хватило одного шага. Он набрал 99 баллов. Его конек – математика. Все свободное время уходит на решение задач и уравнений. В планах – учеба на факультете компьютерного проектирования. Будущее за технологиями, уверен парень. С учителем я ходил на факультетные занятия. Также она давала на уроках какие-то дополнительные сложные задания мне отдельно. Мы все, в принципе, ожидали, что так и будет. Но что 99 наберу – это была мечта, конечно, которая сбылась. Предварительно в Бобруйске 100 баллов на ЦТ набрали 6 человек. В Беларуси абсолютный результат показали 379 участников по 13 учебным предметам. Напомним, всего на тестирование зарегистрировались более 62 тысяч человек.